Всем привет! Вы на канале Кэт Рукодельница. Сегодня хочу предложить вам связать легкий ажурный кардиган из хлопковой пряжи. В основе вот такой интересный узор. Он с косами. Это такие ажурные ёлочки. Подробный видео мастер-класс такого узора уже есть на моём канале. Ссылочку я оставлю в описании. А в сегодняшнем мастер-классе мы научимся строить выкройку для такого кардигана, как обычно, на любой размер. Научимся красиво вязать планочки, чтобы они были ровными, аккуратными. Петельки для пуговиц научимся вязать, чтобы они не растягивались. Также, чтобы край кардигана, низ точнее, чтобы он был ровный и не закручивался и не волнился. Силуэт у данного кардигана прямой, в основе Т-образного выкройка. То есть, рукав у нас цельно вязаный. Кстати, все планки также цельно вязаны. Вырез горловины квадратный. То есть, у него нет никаких убавлений. С таким кардиганом справится даже начинающая рукодельница. Носить такой кардиган можно расстёгнутый. У него красивая летящая спинка. Также он очень красиво смотрится, когда его застёгивают на верхние пару пуговиц. И, конечно, можно застегнуться полностью. Но тогда лучше всего подчеркнуть линию талии каким-то либо ремешком или пояском. Давайте попробуем его связать. Для построения выкройки измеряем обхват бедер. У меня 92 сантиметра. Обхват руки в области плеча. У меня 24 сантиметра. Определяемся с длиной изделия. У меня 95 сантиметров. Выкройка у нас Т-образная. Как я уже говорила, цельновязанный рукав. Планки цельновязанные. Рассчитываем ширину полочки. Для этого обхват бедер делим на 4 и умножаем на коэффициент 1,05. Он нужен для свободного облегания. Я получаю ширину полочки 24 сантиметра. Ширина боковой планки 3,5 сантиметра. Рассчитываем высоту проймы или ширину рукава. Для этого обхват плеча делим на 2 и умножаем на коэффициент свободного облегания. Я брала 1,65. В итоге у меня получилась ширина рукава 20 сантиметров. Рукав я вязала короткий. Взяла 14 сантиметров. Спинка по ширине такая же, только у ней нет боковой планки, на которой будут с одной стороны петли, а с другой пуговицы. Вырез горловины брала 12 сантиметров, ширина 13 сантиметров. На спинке горловина менее глубокая. Я делала 5 сантиметров, то есть практически в два раза. Затем, когда мы уже выполняем обе полочки и спинку, мы плечевые швы выполняем как трикотажный, шов петля в петлю. Затем выполняем боковой шов матрасным. Когда у нас все сшито, мы оформляем саму горловину. То есть вязка горловины делается отдельно, уже на готовом изделии. Приступаем к вязанию. Вязание кардигана я буду начинать с правой полочки снизу. Это схема самого узора. Ссылочку на схему я оставлю в описании. Также по мастер-классу узора у меня уже есть видео. Ссылочка на него будет тоже в описании. Рапорт узора достаточно широкий. Он 18 петель составляет. Поэтому мне для вязания полочки потребуется нечетное количество рапортов. Получилось так, что 2 рапорта это полочка слишком узкая, а 3 слишком широкая. Я буду брать 2,5 рапорта. То есть заканчивать полочку я буду половинкой рапорта, а не целым. Это позволит набрать необходимое количество петель. В итоге полочка будет составлять 2,5 рапорта или 48 петель. Также это в зеркальном отображении. Это схема для левой полочки и вот эта схема для спинки. То есть спинка будет также начинаться с пол рапорта и заканчиваться пол рапорта. В итоге я буду набирать 48 петель на сам узор. Это 2,5 рапорта. Затем мне нужна будет цельновязанная планка. Это еще 6 петель и также кромочные. Со стороны планки я буду выполнять двойные кромочные. С другой стороны 1 кромочную. То есть всего кромочных будет 3. Таким образом мне нужно будет набрать 57 петель. Набирать я буду самым обычным классическим способом петель. Я набрала уже 57 петель и сейчас провяжу 9 рядов платочным узором. Двойные кромочные у меня будут вот с этой стороны, где пойдет планка. А с той стороны, где будет боковой шов, там кромочная будет одинарная. Начинаем вязать. Первую петлю я снимаю. Все петли я вяжу лицевыми, пока у меня не останется 2 последних петли. Они будут двойными кромочными. Осталось две последние петли. В конце ряда двойные кромочные вяжем так. Петлю снимаем не провязанной нить перед работой, а последнюю петлю вяжем лицевой. Разворачиваем вязание. В начале ряда двойную кромочную провязываем так. Первую кромочную снимаем, а вторую всегда вяжем лицевой за переднюю стенку. Более подробный видео мастер-класс по двойным кромочным на моем уже есть канале. Ссылку я также оставлю в описании. Вяжем 9 рядов платочного узора, выполняя с одной стороны двойные кромочные. Я выполнила 9 рядов платочным узором. С одной стороны двойная кромка выглядит вот так. И вторая сторона вот таким образом выглядит. Прежде чем перейти к основному узору, необходимо связать еще два ряда лицевой глади. Не забываем, что у нас с этой стороны еще идет 6 петель планки. Я провязала два ряда лицевой глади. Вот у меня планочка 6 петель. Я их так и продолжаю вязать платочным узором. Теперь мы переходим на вязание основным узором. Когда мы свяжем еще 13 сантиметров, то есть вместе с планкой будет 16, мы будем вязать первую петлю на планке. Вяжем сначала двойные кромочные, затем петли планки. И переходим к вязанию основного узора согласно нашей схеме для правой полочки. Начинаю с одной лицевой, накид, две вместе и так далее. Продолжаю вязать, пока все вязаное полотно вместе с планкой не достигнет 16 сантиметров. Я уже довязала до первой петельки. Всего у меня получилось в платочном узоре 25 изнаночных дорожек. Приступаем к вязанию петли. Петля будет составлять 3 петельки. Кромочные провязываем сначала. Затем выполняем 3 лицевые. Теперь будем закрывать петли. Возвращаем назад петельку. Спица у меня в петле. Я захватываю нижнюю петлю и ее провязываю. Возвращаю на место, закрываем вторую петлю. Возвращаем ее на место и закрываем третью петлю. Дальше начинаем вязать узор. Затем в изнаночном ряду будем набирать эти закрытые петли. Я довязала уже изнаночный ряд до петель планки. Начинаю вязать одну лицевую. Затем необходимо набрать 3 закрытых петли. Для этого из рабочей нити я выполняю петлю и накидываю ее на спицу. Затем вторую петлю и третью. Продолжаю вязать петли планки. Разворачиваем вязание. Начинаем вязать планку. Кромочные. Набранные петли будем провязывать также лицевыми за переднюю стенку. Дальше продолжаем вязать узор. Таким образом я буду вязать петли примерно через каждые 10 сантиметров. Я провязала полочку на необходимую длину до начала увязывания рукава. Всего получилось 5 петель между петлями по 30 рядов. Сейчас мы будем набирать петли для рукава. Рукав будет короткий и он будет состоять 1,5 рапорта. Плюс двойные кромочные будут у меня с краю. Всего мне нужно будет набрать, включая двойные кромочные, 28 петель. Набирать петли я буду следующим образом. Выполняю петлю и надеваю ее на спицу. Таким образом набираю 28 петель. Я уже набрала 28 петель и теперь буду провязывать ряд. Он у меня будет изнаночным. Кромочные я провязываю двойными, то есть первую сняла, вторую лицевой. Дальше все петельки вяжу изнаночными, только чтобы они получались скрещенными. Буду подхватывать не за заднюю стеночку, а за переднюю стеночку. Таким образом выполняем весь ряд до конца. Я провязала изнаночный ряд. Вот мои вновь набранные петельки. Вот так они выглядят. Теперь их будем включать в узор. Для начала провяжем 2-3 ряда лицевым узором, а затем включим в основной узор. Сейчас будем вязать до начала вывязывания выреза горловины примерно 7 сантиметров. Таким образом вяжем узор, а эти вновь набранные петельки просто лицевыми. Я провязала до начала выреза горловины спереди и петли горловины я отложила на дополнительную спицу. Всего у меня 1,5 рапорта или 27 петель плюс петли планки и кромочные. Вырез горловины будет квадратный, то есть дальше будем вязать на высоту проймы ровным полотном. Петельки будем с этой стороны выполнять также двойными кромочными, как и со стороны рукава. Для этого мы вторую кромочную выполним из протяжки. Первую петлю я снимаю и потом накидываю протяжку на спицу и провязываю ее второй кромочной. Эту протяжку нужно провязать скрещенной петлей, чтобы впоследствии не осталось дырки в нашем полотне. Дальше вяжем по узору на высоту проймы. Еще один момент, когда мы вяжем петли. Здесь могут получаться некрасивые отверстия как с этой стороны петли, так и с этой. Если выходят такие отверстия, то нужно при помощи спицы протянуть вытянутую петлю по ряду. Затягиваю ее и потихоньку увожу по ряду, подхватывая ниточку. Таким образом мы ее распределяем. Моя пройма уже достигла необходимой высоты. Петельки на плече я не закрываю, потому что потом буду выполнять трикотажный шов петля в петлю. В точности так же, только в зеркальном отображении вяжем и вторую полочку. Маркерами я отмечала те места, куда буду пришивать пуговки согласно распределению петель. Небольшое отличие при вязании этой полочки. Здесь на горловину откладываем на одну петельку меньше. Это связано с симметрией самого узора. Здесь у меня 27 петель узора, здесь 26 петель узора, не считая планки и кромочных. Теперь приступим к вязанию спинки. Так как полочка у меня состоит из двух с половиной рапортов, то спинку должно идти в два раза больше. Таким образом мы два с половиной умножаем на два, получаем, что спинка будет состоять из пяти рапортов. Начинать спинку я буду с половины рапорта и заканчивать буду тоже половиной рапорта. Это необходимо для того, чтобы когда мы будем выполнять плечевой шов, узор совпал, а не был смещен друг относительно друга. Таким образом рапорт у меня из 18 петель, то есть я 18 умножаю на 5, получаю, что на рапорты у меня уйдет 90 петель плюс еще 3 петли и плюс 2 кромочные, то есть всего 95 петель. Я свяжу точно так же планку сначала нижнюю из девяти рядов платочного узора, затем два ряда лицевой глади и приступлю к вязанию узора. Как я уже сказала, буду начинать с половинки рапорта, потом у меня будет 4 целых рапорта и заканчивать опять половинкой рапорта, то есть всего будет 5 целых рапортов в общей сложности. Таким образом я буду вязать до начала вывязывания рукавов. Спинка у меня также уже достигла необходимой длины и теперь я буду набирать петли на рукав. Сначала набираю 28 петель с одной стороны и провяжу ряд, затем наберу такое же количество петель и со второй стороны для рукава. Буду вязать до начала выреза горловины сзади, она будет в два раза менее глубокой, чем спереди. Я уже провязала до начала выреза горловины сзади. Теперь будем размечать горловину маркерами. Берем полочку. У нас плечо составляет 52 петельки и я эти 52 петельки откладываю с одной стороны спинки и со второй стороны спинки и оставшиеся петли пойдут на горловину. Но еще один момент. Откладываем мы именно не 52 петли, а на одну петлю меньше, потому что одну кромочную мы доберем из протяжки. Поэтому я отмерила 51 петлю с одной стороны и 51 петельку с другой стороны. Теперь вывязываем всю ширину рукава. Теперь я вяжу по узору до нашего маркера. У меня сейчас идет третий ряд узора. Я довязала ряд практически до конца. Сейчас я точно так же, как на переде, выполняю петельку из протяжки. Просто накидываю протяжку на спицу, нить перед работой и последнюю петлю вяжу лицевой. Дальше разворачиваем вязание. Кромочную я снимаю и также вяжу двойные кромочные петли. Этот накид я провяжу лицевой, сделаю его скрещенной, чтобы не было отверстия. Таким образом вяжу на необходимую ширину рукава. Вырез получается квадратный, так же, как и спереди. Я уже довязала одну часть горловины. Вот такая она получилась. Она в два раза менее глубокая, чем горловинка спереди. Теперь в точности также вяжем и вторую половину. Спинка готова. Петли оставляем открытыми как на плечевых швах, так и на горловине. Берем полочки и выполняем плечевые швы трикотажным швом петля в петлю. Я здесь не буду показывать, как выполняется этот шов. Оставлю в описании к видео ссылку на подробный мастер-класс. Я выполнила плечевой шов. Вот так он выглядит, незаметный. Теперь мы будем выполнять манжет по краю рукава. Для этого берем спицы наши основные, рабочую нить и теперь будем под каждую кромочную петлю набирать новую петельку. Кромочные у нас двойные. Мы подхватываем петлю так, чтобы у нас оставался с лицевой стороны вот такой вот кантик. Подхватываем рабочую нить и вытягиваем первую петлю. Затем вторая кромочная я подхватываю за две стенки. С этой стороны у меня остается полупетелька. В каждую кромочную. С изнаночной стороны косичка образуется. Таким образом набираем петли по всему краю рукава. Я уже набрала петельки и дальше мы будем вязать планочку на нашем рукаве, которая будет состоять также из 9 рядов платочного узора. Кромочные вяжем обычными петельками и теперь выполняем 9 рядов платочного узора. Я выполнила уже 9 рядов платочного узора. Изнаночная сторона и теперь мы будем закрывать все петли исландским способом. Точно так же, как мы закрывали петельки при вязании петель для пуговиц. Я уже закрыла все петельки. Вот так выглядит край. Дальше мы будем выполнять шов на рукаве и боковой шов. Шов на рукаве я буду выполнять также как трикотажный, только он уже будет идти по закрытым петелькам. А боковой шов буду выполнять матрасным швом. Как выполняются все эти швы на моем канале уже есть видео, ссылку я оставлю в описании. Я уже выполнила швы на рукаве и боковой шов. Выглядят они очень аккуратно. Один момент. Сам узор, вот видите, этот наборный край дает волны. И поэтому вот здесь, когда я сшивала рукав, мне пришлось выполнить вот такой вот защип. Потому что иначе некрасиво вот здесь была тоже вот такая вот волна. Это вы тоже учтите или вообще даже я подумала, что можно начальный вот этот ряд, начальное перекрестие косы не вязать, а связать просто лицевой гладью, чтобы не было вот этой вот волны. Теперь нам осталось оформить нашу горловину. Мы берем наши спицы основные и переодеваем. Петли правой полочки на спицу. Подхожу я к вот этому месту, где у нас двойные кромочные и здесь мы набираем петли точно так же, как при оформлении края рукава. Я беру нитку и под каждую кромочную по правой стороне изделия начинаю набирать петлю. Я набрала петли уже по краю горловинки. Теперь перехожу к спинке и переснимаю петли спинки на основные спицы. Таким образом собираю петли на всей горловине. После спинки я наберу петли на двойных кромочных и переодену петли левой полочки на спицы. Я набрала петли уже по всей горловине. Теперь берем нашу рабочую нить, держим вязание изнаночной стороной к себе и начинаем вязать 9 рядов платочным узором. То есть точно так же, как на рукавах. Только обратите внимание на саму планку. У меня получится, что планка, платочный узор, мне придется вязать не лицевыми рядами, а изнаночными. Продолжение следует... А саму планку, как обычно, лицевыми петельками. Платочный узор вяжем. Планку мне пришлось вязать изнаночными, это потребовал узор, потому что вот здесь у меня уже был ряд из лицевых петель. Если бы я вязала сверху еще раз ряд лицевыми петельками, тогда бы у меня сбился узор. Я провязала 9 рядов платочным узором. В центре также сделала последнюю петлю для пуговицы. Теперь будем закрывать все петли так же, как и на рукавах, исландским способом. Начинать будем следующим образом. Кромочные у нас двойные. Посмотрите, мы поменяем местами кромочные. Вводим спицу сразу же в две кромочные, подхватываем третью петлю и начинаем закрывать исландским методом. Дальше берем уже по одной петельке, как обычно. Я закрыла все петли, осталось внутри последних петли. Видно небольшой шовчик из-за того, что планку я вязала изнаночными петлями, а саму обвязку горловины лицевыми, но он практически не заметен. Посмотрите, как мы заканчиваем вязание. Я сейчас крайнюю петлю вот таким образом накидываю на вторую и закрываю две последние петельки. Теперь рабочую нить подрезаю и прячу кончик. Таким образом будет выглядеть край. Кончик при помощи крючка спрячу с изнаночной стороны. Я уже пришила пуговицы. Пуговицы использовала на ножки и пришивала их при помощи потайной пуговки для того, чтобы сама вязаная планка не вытягивалась. Теперь укрепим стык планки и основного узора. Для этого нам понадобится крючок и пряжа. Я ввожу крючок в стык между планкой и основным узором. Захватываю рабочую нить. Теперь буду вязать соединительными столбиками вдоль планки. Ввожу крючок в следующую петлю вверх по ряду. Выполняю соединительный столбик. В следующую петлю. Таким образом вдоль всей планки буду прокладывать косичку. При этом я буду за одним укреплять петельки. Сейчас вяжем косичку из соединительных столбиков до первой петли. Я уже довязала косичку до первой петли. Сейчас будем косичкой из соединительных столбиков обвязывать петлю вот такой петлей. Так как мы при формировании петли закрывали три петли, поэтому по этой стороне петли провяжем три соединительных столбика. Первый. Второй и третий. Затем вяжу еще один столбик получается вот в это место. Дальше вяжу также три столбика по второй стороне петли. И последний столбик в самый угол нашей петли. Дальше опять прохожу вдоль планки до следующей петли. Видите, наша петля такой петлей мы ее обвязываем. Дальше опять иду вдоль планки. Таким образом мы закрепим все петельки. Они тогда не будут растягиваться и будут выглядеть более аккуратными. Я уже оформила всю планку и все петельки. Теперь они стали более аккуратными и не растягиваются. Мы точно также укрепим соединительными столбиками вырез горловины, пройдясь в стыке между планкой и основным узором. Я уже практически закончила обвязку горловины. Так выглядит по лицевой стороне. Завязываю последние петельки. Еще раз повторяю. Соединительный столбик вяжу в каждую петлю. Затем я разворачиваюсь. И точно так же провязываю вдоль планки той, где пришиты пуговицы. Также вяжу в каждую петельку. Я уже оформила планки и горловину соединительными столбиками. Так выглядит изнаночная сторона. Теперь соединительными столбиками укрепим низ кардигана, чтобы край не подвергался деформациям и не был волнистым. Только строчку выполняем по лицевой стороне. Точно так же я уже начала. Ввожу крючок тоже в каждую петельку и выполняю соединительный столбик. Продолжение следует. Я уже закончила оформление низа. Край стал менее растяжимым по сравнению с платочным узором. Это поможет ему лучше держать форму. Рабочую нить обрезаем. И завершаем вязание незаметным завершением по кругу. Как выполняется такое завершение на моем канале уже есть видео. Ссылку я оставлю в описании. Я подхватила кромочную петлю, протянула туда осадок рабочей нити и потом возвращаюсь в петельку. Так аккуратно получается. Кончик рабочей нити прячем. На этом наш кардиган готов. Если вам понравилось, то ставьте лайк. Оформляйте подписку на мой канал, если вы еще не подписаны. Задавайте вопросы в комментариях. Если было что-то вам непонятно, я обязательно на них отвечу. А на этом у меня все. Всем пока-пока!